Нефтяное месторождение Наливайте чаёчек и давайте начинать Ты спрашиваешь про скаковую дорожку? А, Готфри тебе рассказал Работа над ней давно заброшена Один из моих помощников, сэр Терек Мод, всегда находится там Он не бросает надежду, что когда-нибудь дорожку достроит Отправляйся туда, если хочешь Может быть, сэр Мод поделится с тобой новостями Сэр Терек Мод Я помню те далёкие времена, когда скаковая дорожка выглядела совсем по-другому Не то, что сейчас Игроки мечтали, чтобы её когда-нибудь обновили и сделали настоящим ипподромом К счастью, разработчики так и сделали Приветствую, я Мод Сэр Терек Мод, если точнее Сэр Терек Мод к твоим услугам Хочешь узнать про скаковую дорожку? Не надо ничего говорить Только посмотри на неё Вернее, лучше не смотри Разве она не чудовищна? Можешь прокатиться, раз уж тебе так сильно хочется Стоит вспомнить, как запущено это место И на меня тут уже накатывает грусть И вот, что я думаю Прокатись, а затем отправляйся к её милости Баронессе И поделись впечатлениями Сэр Терек Мод Сэр Терек Мод Сэр Терек Мод Сэр Терек Мод Неужели ты в самом деле скакала по этим развалинам? Хм, а это мысль. Что ж, я рада, что ты познакомилась с сэром Модом. Он довольно экстентричен, но сердце у него доброе. Сэр Мод всегда хотел, чтобы в Серебряной Поляне была полноценная скаковая дорожка. Он позволит тебе прокатиться снова, если вежливо попросишь. Довольно пустых разговоров. Ты должна уже ехать, мой дружок. Я уверена, в конном центре нуждаются в твоей помощи. Ты вернулась? Супер. Мы действительно нуждаемся в твоей помощи. Есть так много дел. Я получила сообщение от ветеринара о том, что земляные тесты и тесты ростков уже готовы. Скачи в деревню и привези их. Я боюсь даже подумать, что же это за результаты и как на них отреагирует баронесса. Нет, мы не будем так пессимистичны. Езжай же. Лошади убежали из конюшни. Они на поле впереди главной постройки и кушают виноград. Найди их и погладь их. Тогда они пойдут за тобой назад в конюшню. Подъезжай так близко к ним, чтобы они увидели тебя и пошли за тобою. А то опять убегут. Есть некий один лайфхак. Эти лошади идут только тогда, когда ты находишься рядом с ними. Если ты отстанешь, они остановятся и будут ждать тебя. Поэтому есть предложение сделать данное задание немножечко попроще. А вернее упростить его выполнение. Я так делала уже много раз. Подводим лошадей к основной дороге. Вот сюда. И уходим. Лошадь стоит и ждет нас. Тем временем мы отправляемся к самой последней лошади. Гладим ее. И так же введем к основной дороге. Оставляем лошадь. И идем к другой, последней нашей лошадке. Гладим. И уже следуем со всеми этими лошадками до самого конца. Вот и видишь. Несмотря на то, что нужно выстроить каждую лошадку по дороге, или это кажется муторно, на самом деле это намного упрощает выполнение данного задания, чтобы не бегать по три раза. Большая лошадка по три раза. Большая лошадка по 3 раза. Пока. Вот и все, задание выполнено. Но для начала съездим еще в деревню за анализами. Ветеринар находится в деревне Серебряный поля. Но стоит на внешней стороне домов, ближе к ферме Стива. Привет, ты девочка из хозяйства? Хорошо, у меня уже готовы все результаты. Боюсь, что виноградники реально загрязнены. Вино из винограда этих виноградников будет иметь привкус нефти. Ведь земля отравлена нефтью. Лучше всего, если ты расскажешь об этом всем как можно быстрее. Вернись немедленно к Джуди. Ты должна быть осторожна. Джед шпионит за всеми и, наверное, узнают об этих тестах. С их экономическими ресурсами ведь все возможно. Я не удивлюсь, если они уже знают, как нас зовут и где мы живем. Поняла? Вот результаты тестов. Остерегайся людей из Джед, когда будешь ехать назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты нашла их всех и отвела их назад в конюшню? Хорошо поработала, Джессика. Привет. Кто-нибудь видел тебя из Джед? Нет? Ну хорошо. Ох, нет. Это настолько плохо, как я и опасалась. Как мы объясним это Баронессе? Она получит сердечный удар. Мы просто расскажем ей обо всем попозже. А теперь мы должны продолжить исследование. Твоя следующая задача поехать на нефтяное местонарождение и заполнить эту банку нефтью Джед. И вернуться сюда как можно скорее. Чтобы мы могли сравнить образцы. Нефтяное месторождение расположено на севере. Как раз перед скаковыми дорожками. Нефтяное месторождение расположено на севере. Как раз перед скаковыми дорожками. Помни, чтобы ты держалась подальше от работников, Джед. Я не хочу потерять тебя. Я не хочу потерять тебя. Я не хочу потерять тебя. Да, да, точно. Этого должно хватить. Невероятно хорошо, Джессика. Ты, похоже, такой человек, который может справиться с чем угодно. Хорошо, у нас есть очень интересная машина здесь, в конюшне, которую Карни получил от одного голландского ученого. Я не помню точно эту историю, но отлично, что она может делать простые анализы. В нашем случае это нефть. Единственное, что ты должна сделать, это сравнить загрязнение в ростках с нефтью из нефтяного месторождения. Понимаешь? Эта старая механическая вещь мурлычет, как кошка. Дай мне посмотреть. Да, это нефть в обоих образцах. И если ты спросишь меня, то я не особо удивлен. Ты-то должен рассказать этой старой даме, что происходит. Ты можешь быть хорошим вестником, Джессика. Что ты говоришь? У тебя есть другие дела? Ерунда! Нет ничего важнее, чем информировать баронессу о разрушениях, которые Джет вызвали на ее землях. Езжай в дорогу, скачи на винограднике и расскажи ей об этом. Опять это ты? Что ты хочешь, дорогуша? На самом деле у меня нет времени на болтовню. Что? Нефтяные месторождения Джедлс загрязнили мои земли и мои виноградники? Ты это хотела мне рассказать? Я уже знала об этом. Что же это за новости? Не приезжай сюда, чтобы рассказывать вещи, о которых я давно знаю. Я... Я... Забудь это. Извини меня за мой маленький припадок. Ты могла бы фактически помочь, Джессика. Я задумала один маленький эксперимент, который хотел бы попробовать. Я услышала от одного надежного анонимного информатора, что Джет незаконно приобрели буровое оборудование для нефти. Я хочу, чтобы ты поскакала на поле и нашла серийный номер машин. Запиши номера и привези это мне. Ты можешь взять с собой у кого-нибудь. Соня подходит в самый раз. Ты ее встречала? Ты можешь найти ее между виноградных лос, где она проверяет виноград. Соня подходит. Да, это я, Соня. А что, Бронесса посчитала, что я должна поехать с тобою? Ну конечно же, проверять виноград очень скучное дело, и я с удовольствием сделаю что-то другое. Посоревнуемся до нефтяных месторождений. В этом задании скакать быстрее всех не обязательно, нужно просто приехать до финиша. Не обязательно первый, можно и второй. Но в случае, если ты побежишь карьером вперед, то тебе придется ждать, пока Соня доедет, поэтому советую не слишком далеко от нее уезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мы приехали. Ты уверена, что это здесь? Здесь нефтяные бурильщики ходят повсюду. Мы можем быть пойманы. Ну, мы приехали. Ты уверена, что это здесь? Здесь нефтяные бурильщики ходят повсюду. Мы можем быть пойманы. Мы сделаем так. Ты записывай серийные номера, а я останусь здесь на карауле. Это будет хорошо. Правда же? Держись только подальше от этих слезняков-бурильщиков, и тогда все будет хорошо. Я думаю. Кстати, у тебя есть бумага и ручка? Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Взял. Так. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. ты записала все хорошо я так боялась что чуть-чуть не описывалась мы должны поехать как можно быстрее до хозяйства но поскакали а В этот раз я ускакала слишком далеко вперед. И теперь мне придется ждать, пока Соня до меня доедет. Ух ты, быстрая девушка. Все прошло хорошо. Мы удивительная команда, верно? Я в любом случае должна продолжить теперь с моими делами в конюшне. Ты должна посетить баронессу и отдать ей серийные номера. Увидимся. Алло, дорогуша, ты нашла Соню? Прекрасно. А мои серийные номера? Потрясающе. Очень хорошо. Ты сможешь пригодиться в будущем для других заданий. То, что ты сделала сегодня, очень значительно в борьбе с Джет. Большое спасибо, Джессика. То, что ты сделала сегодня, было действительно почетно. Еще одна вещь, моя дорогуша. Возьми это письмо с серийными номерами и брось его в почтовый ящик. Прямо здесь, за оградой у въезда на хозяйство. Это моему сыну Аарону, который работает в городском совете. Он может проверить, все ли в порядке с серийными номерами. У меня есть такое чувство, что это незаконные сделки. Письмо с серийными номерами уже лежит в ящике. И скоро попадет в руки сына баронессы Аарона в совете. А мы очень удачно повысили свой уровень. На этом наше прохождение подошло к концу. Нужно подождать завтрашнего дня, пока почтальон Дерек заберет письмо и отправит его в город Юрвик. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем прохождении.